Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа Вести Кабардино-Балкария. С главными событиями дня в республике вас познакомит Зелина Суанова и Беслан Судимов. Коротко главные темы выпуска. Проблемы прохладненского дома-интерната парламентарии изучают на месте. Чем могут помочь воспитанникам и воспитателям народные избранники? Новый федеральный канал на языках народа в России. Что еще предлагают специалисты для развития телерадиовещания в многонациональном обществе? Как избавиться от пробок при въезде в город и когда начнут ремонтировать дороги? На вопросы студентов в рамках госчаса ответил председатель госкомитета по дорожному хозяйству. Арсен Коноков выступит с посланием парламенту республики. Клава КБР в целях реализации конституционных полномочий в соответствии с положением Конституции Кабардино-Балкария и закона о парламенте КБР направил обращение в высший законодательный орган республики с просьбой о созыве внеочередного заседания для обращения к парламенту с ежегодным посланием и предоставления отчета о результатах деятельности правительства. Заседание планируется провести 23 апреля в 12 часов, сообщила пресс-служба главы республики. А сегодня прошло заседание общественного совета при председателе парламента республики. Обсуждены вопросы государственного и муниципального контроля в жилищно-коммунальной сфере и взаимодействия управляющих компаний и жильцов многоквартирных домов. Собственники квартиры компании, которые их обслуживают, пока по разные стороны баррикад. Население недовольно качеством оказываемых услуг, а компании, в свою очередь, жалуются на большие задолженности. Так продолжаться больше не может, подчеркнул спикер парламента Ануар Чеченов. Конечно, есть федеральные программы по улучшению состояния жилищно-коммунальной сферы, фонд содействия реформированию ЖКХ, с помощью которого удалось отремонтировать сотни многоквартирных домов, но проблем в этой сфере по-прежнему достаточно. Основной упор надо делать на оплату управляющими компаниями коммунальных услуг, убежден руководитель Госкомитета ЖКХ Мустафир Кулиев. Зачастую вместо погашения оплаты за предоставленное тепло и воду, собранные с жильцов деньги, тратятся не по целевому назначению. Те компании, которые не справляются с возложенным на них задачами, должны перестроиться и наводить работу на должном уровне, или по отношению к ним следует применить жесткие меры, в том числе административного карта. Для эффективной работы обслуживающих организаций необходимо создать информационную карту по деятельности управляющих компаний. Кроме того, члены Совета предложили создать единый расчетно-кассовый центр, диспетчерскую службу и консультативный пункт, где гражданам могли бы ответить на все возникающие вопросы. И сегодня же парламентарии провели выездное заседание. Члены Комитета по труду, социальной политике и здравоохранению побывали в Прохладницком доме-интернате. Главная цель, объяснили депутаты, на месте изучить проблемы учреждения, где живут более сотни детей с ограниченными физическими возможностями. О ходе и результатах поездки наш специальный корреспондент Альберт Корцаев. Этим детям никогда не выучить таблицу умножения. В то время, как их сверстники постигают премудрости наук, инвалиды учатся лишь правильно держать ложку. А эта группа вообще особенная. Всю жизнь они проведут вот так, лежа на кровати. Многие не могут говорить, хотя гостей встречают радушно, выражая свое гостеприимство скупыми эмоциями. В Прохладницком доме-интернате сегодня больше ста воспитанников. От многих отказались родители. Теперь забота о них возложена на государство. На выездном заседании Комитета парламента по социальной защите вице-спикер Татьяна Саенко скажет, сегодня нам надо услышать ваши проблемы. А они есть. Крышу здания перекрыли в 2008 году, но она уже протекает. Ремонт нужен и внутри здания. Кроме того, средняя заработная плата основного персонала чуть больше 6 тысяч. Несравнимо меньше, чем у других педагогов и врачей. Те люди, которые работают с таким контингентом детей, должны быть сами в первую очередь социально поддержаны, чтобы у них был и стимул, и желание, чтобы было соответствующее отношение к тем детям, с которыми они работают. Поэтому социальная защита работников, учреждений социального обслуживания одна из первоочередных задач. Мы будем в обязательном порядке поднимать этот вопрос. Опыт работы Прохладинских воспитателей уникален. Они не просто ухаживают за больными детьми. Некоторых ребят удалось вернуть родителям. Мы никого не уговаривали забирать свое чадо из детдома, рассказывают они. Достаточно было просто объяснить матери, что ребенок нуждается именно в ее ласке и заботе. Достаточно одной улыбки матери, и уже у ребенка меняется взгляд на мир, и мышление, и его эмоциональное состояние. И поэтому мы считаем своим долгом подарить ребенку такую радость. Многие родители и рады бы забрать ребенка домой, но уход за ними нужен особый, не всем по карману. Да и психологически принять, что долгожданный ребенок никогда не станет полноценным, очень трудно. А дети всегда рады маме. Как идти в ногу со временем и на что делать ставку региональному телевидению? В эти дни в Пятигорске обсуждают проблемы телерадиовещания в многонациональном обществе. Ведущие специалисты центральных каналов делятся опытом и проводят мастер-классы для представителей региональных телерадиокомпаний. В скором времени по всей стране налоговое вещание заменит цифровое. При этом изменится не только способ передачи сигнала. Методы работы и подача материала тоже поэтапно будут обновляться. С подробностями Ирлана Гуляева. Разговор о вещании в многонациональном обществе, а если конкретизировать применительно к России, то в многонациональных республиках, журналисты начали с освещения мероприятий специфических, связанных с разжиганием этнической розни или боестолкновений. Как действовать в таких ситуациях? Председатель государственной радиовещательной компании «Голос России» Андрей Быстрицкий отвечает. Главное – не навредить. Надо, конечно же, думать, что говоришь, но при этом надо разговаривать, надо обсуждать. И, конечно, нужно соблюдать определенные меры предосторожности. Это классика, когда сообщается о каком-то преступлении. Не надо подчеркивать нашим этническим принадлежением преступника. Преступник есть везде. Готового рецепта работы в многонациональных республиках нет. И в этом плане, говорили уже на следующем семинаре представители Национальной ассоциации телерадиовещателей, научного сообщества и духовенства, речь идет о нехватке журналистов, имеющих профессиональное образование. 6-7 лет назад было отмечено, что там и да, 6-7 лет назад процент профессиональных кадров в наших телекомпаниях, газетах составлял 16% от общего числа журналистов. То есть основные журналисты приходили из филологических факультетов и так далее, и так далее. И здесь, к сожалению, мы также можем сегодня провести. Если мы наши исследования сегодня проведем, то цифра не намного не уточна. По нашим данным, сегодня здесь в Евгении Северного Кавказа, такой процент профессиональных журналистов в наших странах в среднем составляет 18-20%. Мировая практика телерадиовещания на различных языках в пределах одной страны знает множество примеров. Транслируются как отдельные программы, так и отдельные каналы. И здесь на первый план выдвигается такое понятие, как родной язык. В России назрела необходимость расширить это определение, особенно если брать в расчет, что количество межнациональных браков увеличивается. Почему можно обязательно считать какой-то один язык своей родной? Если он в равном мире говорит и на кабардинском, и на русском. Много языка для него являются родными или основными языками знаний и общения. На круглом столе прозвучал еще один термин – «мягкая сила». Именно так определили роль СМИ в управлении геополитическими процессами. С каждым годом информационное влияние на население увеличивается, поэтому так важно сохранение традиций и языка того или иного народа. В этом плане участники пришли к выводу о необходимости создания отдельного федерального канала регионов, где транслировались бы передачи на языках народов, населяющих Россию. Результаты работы круглого стола Национальная ассоциация телерадиовещателей намерена использовать в обращениях к властям по улучшению качества работы СМИ. Жанна Гуляева, Наталья Булат, Адмир Сабанчиев, Вести Кабардино-Балкария. А в Федерации профсоюзов Кабардино-Балкарии сегодня говорили о сохранении жизни и здоровья трудящихся. Участие в совещании приняли представители профсоюзов Фонда социального страхования России по КБР и Госинспекции труда. Число пострадавших на производстве снизилось, но проблемы еще остаются, отметила в своем докладе зампредоведенения профсоюзов Галина Егорова. Есть претензии к обеспечению безопасности труда в сельских поселениях, по-прежнему высок уровень профессиональных заболеваний. Поэтому Федерация независимых профсоюзов России настаивает, нужен системный подход, новая стратегия, направленная на переход от охраны труда к здоровью и безопасности на работе, заявили на совещании. Сегодня страховые выплаты в Кабардино-Балкарии получат около 2000 человек. Общая сумма выплачиваемых им компенсацией более 12 миллионов рублей. Конечно, исключить 100% риск производственных травм вряд ли удастся, но свести его к минимуму вполне реально убеждены в Фонде соцстрахования. В качестве рекомендации правительства, где прописано о том, что право работа... Из семьи уходит кормилиц на работу, а работодатель по-другому законодательству, все мы знаем, обязан обеспечить здоровые и безопасные условия труда и вернуть семье кормилица. Вопросы охраны труда и дальше будут оставаться одним из приоритетов в деятельности профсоюзов, заявили участники совещания. Минсельхоз России вынес на открытое обсуждение проект федерального закона о ветеринарии. Документ размещен на сайте правительства Российской Федерации в разделе «Общественная экспертиза». Разработан он, как сообщает Министерство сельского хозяйства, с учетом предложений профессионального ветеринарного сообщества. Проект закона устанавливает четкие правовые основы деятельности в области ветеринарии, в частности, исключает дублирование функций между федеральными и региональными службами. То есть, региональные действуют на территории субъектов, а федеральная осуществляет контроль на госгранице и транспорте. Закон разработан в соответствии с международным правом в части применения ветеринарно-санитарных мер. Это позволит российским сельхозпроизводителям эффективнее работать на зарубежных аграрных рынках. Кроме того, документ регламентирует учет животных, ветеринарную и санитарную экспертизу, сертификацию животных и продукции животноводства, а также другие мероприятия, призванные обеспечить ветеринарную безопасность страны. Напомним, ознакомиться с законопроектом, а также принять участие в его обсуждении, можно на сайте правительства России в разделе «Общественная экспертиза законопроектов» до 13 мая 2012 года. Молодежь знакомится с работой республиканских властей. Сегодня студенты КБГУ встретились с председателем Госкомитета по дорожному хозяйству. В рамках государственного часа ранние учащиеся образовательных учреждений и вузов уже общались с главами других министерств и ведомств. Тему продолжит Анна Сурхайханова. Без дорог не может быть и жизни начал свое выступление перед студентами КБГУ председатель Госкомитета по дорожному хозяйству республики Аслан Дышеков. Развитию транспортной инфраструктуры, внимания здесь, в Кабардино-Балкарии, теперь уделяться будет больше. Средства позволяют. С принятием закона о дорожном фонде, региональном дорожном фонде, мы имеем возможность сегодня в среднем, среднегодовая цифра в ближайшие три года. Вот в этом году у нас 1 миллиард 637 миллионов рублей выделено на дорожное строительство. Значит, в 2013 год 1,800 округлено, в 2014 год округлено около 2 миллиардов. В ходе диалога Аслан Дышеков пояснил, почему в некоторых районах одна ямка сменяет другую. Гарантийный срок дорог до 8 лет, а местным в большинстве своем под 30. На вопрос о пробках при въезде в город дал ответ более чем исчерпывающий. От Госкомитета в Росавтодор России внесено предложение о строительстве кольцевой дороги вокруг Нальчика. В общем, ответить пришлось на все вопросы. Наверняка их должны интересовать технические параметры дорог, что из себя представляют дороги, технологию выполнения дорожных работ, я тоже думаю, будет интересно. На сайт правительства приходит очень много вопросов, касающихся нашей тематики. Люди должны знать специфику нашего производства. А насколько важны подобные встречи с представителями исполнительной власти, хорошо понимают и сами студенты. От работы этой власти зависит вся наша жизнь. Работа, учеба, отдых нас и наших близких людей. В результате этого общения мы лучше узнаем действия власти и в своей учебе выбираем приоритеты. Завтра мы закончим КубГУ и пойдем в эту власть. Старшекурсники сегодня на государственном часе узнали о том, что работы по восстановлению дорог ведутся практически по всей республике. Пока небольшие участки, но это уже порядка 10 объектов. Нартан, Чигем, Яникой, Терские и Прохладненские районы. Асфальтироваться в скором времени будет также и трасса Кисловодск, Долина Нарзанов, Джилысу, Эльбрус. Анна Сюхайханова, Аслан Карданов, Вести, Кабардино-Балкария. На этом служба информации завершает свою работу. Напоминаем, все новости нашей программы вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Далее о прогнозе погоды на завтра расскажет Элимир Абеева. Мы с вами прощаемся. Всего доброго. Что их беспокоит? Чего они хотят? No fake! Империя стиля. Торжество новых тенденций мебельной моды. Ваша индивидуальность. Наша работа. Салон Импера. Луглова-6. Здравствуйте. По данным информационного агентства Метео Новости, в предстоящие сутки на территории республики ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 722 миллиметра артутного столба. В Зорском районе возможен небольшой дождь. Плюс 17. А в горах переменная облачность осадки. У подножия Эльбруса 7 градусов выше нуля. В Тернаузе несильный дождь. Собики термометров приблизятся к отметке плюс 10. В Баксане, Чигеме и Норткале местами несущественные осадки. Плюс 18-19. В Прохладинском и Майском районах тоже пасмурно. Воздух прогреется до 19 градусов. Небольшой дождь. Не исключенный в Терском и Лискенском. 17-18 тепла. В Черехском районе также незначительные осадки. Плюс 16. В Нальчике переменная облачность. Возможно, небольшой дождь. 18 градусов тепла. Но это у меня все. Хорошего настроения в любую погоду. В магазине офис и дом итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальни в московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик. Улица Кирова 294. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова